Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александра Крузе. Сегодня у меня в гостях художественный руководитель и главный дирижер ансамбля и хора инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации «За веру и отечество» Игумен Варнава Столбиков. Отец Варнава, здравствуйте! Добрый день! Игумен Варнава Столбиков, художественный руководитель православного хора и ансамбля инженерных войск «За веру и отечество», ректор Свято-Засимовской высшей духовной певческой школы. В 1984 году будущий отец Варнава окончил историко-теоретико-композиторский факультет в легендарном институте, ныне Российской академии музыки имени Гнесиных. В 1992 году участвовал в открытии Свято-Смоленской «За симовой пустыни» и стал одним из ее первых насельников. С 1993 года по ходатайству командования инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации и Московской Патриархии отец Варнава стал участвовать в наборе православной молодежи. В этом же году им был организован православный солдатский хор инженерных войск «За веру и отечество». С 1994 года он является членом Координационного комитета по связям Русской Православной Церкви с Вооруженными силами Российской Федерации. В 2005 году отец Варнава окончил Свято-Тихоновский гуманитарный университет по специальности эксперт в области теологии. В этом же году по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия была открыта Свято-Засимовская Высшая Духовно-Певческая Школа, ректором которой стал отец Варнава. В настоящее время он является внештатным членом Синодального отдела по связям с Вооруженными силами. За свою многолетнюю деятельность игумен Варнава удостоен многих церковных, военных и общественных наград. Отец Варнава, мы сегодня обязательно поговорим и о Вашем интересном творческом пути, и об удивительном коллективе, который Вы возглавляете, и о Вашем духовном становлении. Но вначале я хотел бы поинтересоваться, каково это быть потомком канонизированного святого Русской Православной Церкви. Ваш дед – это священномучий Герман Ряшенцев. Да, совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, о нем. Вы знаете, это был человек удивительный. И самое интересное, что он связан был также с тем городом, где я родился, город Сергей Посад. Он был последним ректором Вифанской семинарии, потому что Духовная академия располагалась в стенах Лавры, а семинария, она на окраине города Сергей Посад. И вот Владыка Герман был последним ректором Вифанской семинарии. Это был очень удивительный человек. Он, Вы знаете, заражал своей верой. И вот когда его назначили в 1916 году, сначала инспектором, а потом в 1917 году, ну, Вы понимаете, какие это были годы тяжелые ректором, во многих духовных заведениях были нестроения, были массовые выступления студентов. А вот в этом учебном заведении, который стал возглавлять Владыка Герман, наоборот, Владыка силу направил для того, чтобы студенты, они постигали весь цикл богословских дисциплин. Эта идея создания этого заведения принадлежала митрополиту Платону Левшину. И поэтому Владыка очень с большим присущим старанием принялся за то, чтобы прежде всего восстановить это замечательное заведение. Он провел ремонт, и он считал, что нужно воспитывать духовно непросто, вы знаете, нужно созидать и внешнее, и внутреннее. Сам он преподавал замечательную такую дисциплину, священное писание Нового Завета, и Владыка стал впоследствии образцом для его студентов. Мы знаем о том, что в результате событий 1917 года, в результате революции, семинария была закрыта, но студенты с большим теплом отзывались о Владыке Германе. Тем более перед закрытием семинария он побывал на фронте, и также занимался окорблением военных людей. И, конечно, для меня его путь является большим примером сохранения своего замечательного письма на сегодняшний момент. Вы даже изучали его родословно, изучали подробно? Конечно. У вас есть труд, который с вами всегда? Что это за труд я читал? Большая красная книга. Это что за книга? Ну, вы знаете, дело в том, что есть моя работа по окончании Свято-Тихоновского университета, это, значит, моя работа дипломная, выдающаяся иерархией служителей церкви в их духовно-исторических связях в Засимовую пустыню. Так что вот там как раз я описывал, как Владыка Герман, будучи ректором Вифановской семинарии, приезжал в Засимовую пустыню на виду с другими иерархами. Там он постригал своих воспитанников. И, конечно, его история, она очень для меня интересна, потому что последние дни его трагические, они были в Сыктавкаре, где уже совершилась его казнь. Но несмотря на то, что Владыка Герман, как вы сказали, был вашим примером и авторитетом по жизни, в юном возрасте вы все-таки выбрали не сразу монашеский путь. Не сразу. Не священнический путь сразу. Вы знаете, и, наверное, это промыслительно было, потому что у меня как бы у нас в роду как бы есть разделение. Музыкальное направление и направление духовное. Вот как раз музыкальное направление, оно меня тогда увлекло. Я, в принципе, не жалею, что я выбрал такой путь. Потом я уже закончил Шатте-Тихоновский университет заочно. Но самое главное, то, что, вы знаете, как, обучаясь в музыкальном заведении, и вот это обучение в замечательном таком российском заведении, в высшем российской академии музыки Гнессиных, то она называлась институт Гнессиных, для меня оставила большой след в моей жизни, потому что у нас были замечательные преподаватели, замечательные профессора. И вот эта связь, вот как раз, она до сего дня, она сохраняется. Почему? У нас служат замечательные наши студенты из академии, и они себя повредят международные конкурсы, обладатели Кубка мира. Они у нас как раз проходят именно военную службу и совмещают с творческой деятельностью. И поэтому мы выступаем на различных международных конкурсах, поэтому мы справляемся с различными проектами, в частности, в главном храме вооруженных сил. Мы сейчас обязательно об этом поговорим. Давайте мы сделаем музыкальную паузу, послушаем ваш замечательный коллектив. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с руководителем православного хора и ансамбля инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Игуменом Варнавой Столбиковым. Звучит песня «Если хочешь, ты найти в душе покой, ПЕСНЯ 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 Отец Варнава, вот уже почти как три десятилетия вы возглавляете хор «За веру и Отечество». Он уникален, на мой взгляд, во-первых, потому что состоит из солдат срочной службы. Расскажите, как такое происходит? Приходит обычный рядовой солдат и попадает к вам в хор или какой-то отбор есть? Конечно, жизнь от нас потребовала делать такой отбор, потому что, вы знаете, как в хоровом коллективе, особенно в военном, православном... Еще и православном, да. Православном у нас получается уникальный такой, такая учебно-православная рота музыкальная. Требуется, конечно, людей уже с образованием, с навыками, те, которые могут быстро реагировать, быстро читать, хорошо читать с листа. И, конечно, мы за это время успевали, как в настоящее время, записать 19 альбомов наших. За 30 лет 19 альбомов, потрясающе. Ну, у нас еще 30 лет, 29-й год пошел. Ну, почти уже, 30 лет. Да, вот 19 альбомов. И, конечно, самое-то интересное, и важно, наверное, отметить, что я очень благодарен нашему руководству Министерства обороны, нашему начальнику инженерного войска, генерал-лейтенанту Ставицкому Юрию Михайловичу, который поддерживает наше, в общем, наше начинание. И, естественно, вы знаете, как прежде всего мы перешли на новую такую ступень, наши воины буквально каждый день поют на службах в Храме Вооруженных сил Российской Федерации. Для нас это очень важно, потому что воины, хотя вот они, вы знаете, учатся и, допустим, в Московской консерватории, в Российской Академии Гнастины, в других учебных заведениях. И, вы знаете, новым для них является то, что они раньше серьезно не занимались духовной музыкой, церковной музыкой. И для этого мы специально с ними проводим такие занятия по их ориентированию в этой области. Она очень непростая, причем, вы знаете, нам интересно очень показать палитру богослужебного пения, как оно развивалось и всю его историю. И поэтому, вы знаете, вот мы, допустим, с нашим хором были в Греции, были, вы знаете, как в греческих, пели в греческих монастырях, мы были в Италии, русское распеле. И для нас очень важно вот это искусство свое показывать на различных и международных уровнях. И вот, кроме того, наши войска, они очень такие активные, и когда проводились международные игры, мы принимали участие в культурных программах на разных языках вообще народа мира. Это, конечно, дало такой интересный момент, потому что это военные люди, представители разных родов войск, и когда каждый слышал на своем языке свои знакомые произведения, для них это было очень радостным. Умиление, да. Скажите, а как сложность вашего Клевио в том, что срок службы сейчас один год? Только солдат пришел, только научился петь, только разобрался, и мы уже уходим. Ну, вы знаете, дело все в том, что нам помогают наши воины, надслужившие. И они к нам постоянно примыкают в каких-то больших наших проектах, обязательно мы вместе, или когда мы поем в зале Московской консерватуры, на концертах, или в Храме Христа Спасителя. То есть мы их привлекаем, в результате у нас за это время образуется где-то... Какой-то костяк свой есть уже такой, да? Костяк есть, и где-то 80 человек может образоваться, и звучит вот такой коллектив. То есть, с одной стороны, происходит хоровая эстафета, которая характерна для хоровых коллективов. Но нам важно, прежде всего еще, чтобы наши воспитанники, они уже приходят к нам профессионалами, но важно, чтобы они освоили богослужебное пение и приобщились прежде всего к основам православной веры. Вот здесь это очень важный такой момент. Это все не просто, и это можно только сделать при условии того, что, во-первых, мы каждый день поем в главном храме вооруженных сил, в своем храме поем, вот, и принимаем участие постоянно в церковных праздниках, мероприятиях. И поэтому, вы знаете, православие, на мой взгляд, оно должно быть очень активным. Очень активным. А как солдаты-срочники попадают именно в вашу часть? Ну, мы их специально... То есть вы приходите в Гнесинку и забираете их? Нет, ну, нам рассказывают, что вот такой-то человек хотел бы у нас тоже... Она знает просто. И звонят по телефону, сейчас мне звонят, и по телефону звонят, можно ли у вас прослушаться. Ну, и сейчас же есть, сейчас же средство такой информации. Мы сразу просим, если ты вокалист, пришли видео с твоим выступлением. Или ты инструменталист, пришли, пожалуйста, опять-таки, свои выступления в таком видео. Ну, и, конечно, это очень здорово помогает в данном случае, когда вот в режиме... Онлайн. Да, онлайн помогает очень. Даже когда были эпидемии вот эти все, это очень нас спасало. У вас коллектив, получается, одновременно и духовный, и патриотический направленно. Да, да, да. Скажите, как такая гениальная идея, на мой взгляд, родилась? Ну, вы знаете, невозможно, невозможно пройти мимо того, чтобы действительно молодежь, она, если она православная, она не может быть, не патриотичная. Молодежь, она должна быть обязательно, выражать патриотические чувства. Я очень рад. Вот, вы знаете, у нас, когда были такие интересные поездки на новую землю, наши воины с удовольствием, они вот и сейчас планируется одна поездка, они с удовольствием готовы, так сказать, на любой такой творческий проект, вот, и даже, можно сказать, малый подвиг. И, конечно, для меня это радостно. Вот мы, конечно, самое главное, вот сейчас Великий пост, и нам очень важно, что наши воины будут осваивать, целиком осваивать уже службу Великого поста. У нас три взвода. Вот. Первый – вокально-хоровой взвод, второй – библейско-богословский. Потрясающе. Третий – оркестровый, и к которому у нас еще примыкает, значит, хоровая анжировка, композиция. Вот так что... То есть солдаты вместо того, чтобы ходить по плацу? Нет. Или они... И плюс. Они ходят. Это в нагрузку еще. Они ходят в наряды и выполняют все задания, да, это в нагрузку. Но, понимаете, продолжение заниматься своим делом любимым, не просто заниматься, а еще и совмещать с новым. Потому что, допустим, те же хоровики, когда приходят, они все поют в хорах. Но, вы знаете, они никогда не пели, допустим, в православном хоре, потому что наша задача сейчас... Огромное количество возникло таких хоров. Я имею в виду гражданских. Но, вы знаете, самое интересное другое, что они, не зная нашей истории, истории православного богослужебного пения, вот одним из моих таких училий в этом отношении явился Архимандрик Морфей Мармыль. Мы им очень благодарны, мы с ним беседовали как раз о проектах нашего заведения, будучи по воспитанию, так сказать, православных людей-музыкантов, которые могли полноценно участвовать в богослужениях. Вот. И, конечно, они... У нас есть свои уставщики. То есть мы подходим... Вот, когда мы приезжаем в храм, мы заранее планируем службу. Не просто как вот мирские коллективы приходят иногда, они не знают. Вот им просто дают текст. А вот они не знают ни истории, они не знают ни характера этих произведений. То есть вы прямо глубоко погружаетесь? Ну, конечно. По крайней мере, мы им рассказываем и о композиторах этих, которые писали, и об эпохе. И стараемся, вы знаете, вот, допустим, если мы готовились к Греции много лет, и, конечно, в конце концов, старая петь византийские песнопения, это было очень непросто. Ну, и, конечно, военные всякие, военные песни. Вот. Поэтому мы сами часто делаем свои обработки, пишем песни и участвуем, конечно, в жизни наших войск обязательно участвуем. И, конечно, в этом благодарны нашим руководителям, Министерству обороны. Поэтому, вы знаете, как... Это действительно, это можно только белой завистью позавидовать вашим солдатам. Потому что, думаю, где мои 18 лет? Я бы к вам пришел обязательно. Потому что получается, что университет у ребят продолжается в хорошем смысле. То есть они не стоят на месте, не деградируют. Единственное, что, вы знаете, на практике, оказывается, не так все просто, потому что сочетать военное и специальное, оказывается, не всегда. Не всегда это просто. И поэтому, ну, вот, вы знаете, как-то приходится... Но у вас еще военное, специальное, и плюс у вас еще есть все-таки вера в Бога. Вот это самое главное. Вот это, наверное, и помогает. Это, конечно, помогает. И мы, вот, кстати, говорю, сейчас, в период Великого Поста, конечно, мы с ребятами изучаем особенности этого периода. И, конечно, песнопения эти замечательные, уникальные. Конечно, обычные солдаты не поют. И коллективы даже, вот я хочу сказать, просто мирские, у них проблема с исполнением вот именно еще великопостных произведений, потому что они требуют особого к себе отношения, особого духовного осознания и понимания. Отец Варнав, я от всего сердца благодарю за эту встречу. Давайте мы продолжим наш диалог в следующем выпуске программы, а прямо сейчас давайте послушаем еще одно произведение вашего коллектива. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с руководителем православного хора и ансамбля «За веру и Отечество» игуменом Варнавой Столбиковым. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». «За веру и Отечество» «За веру и Отечество» «За веру и Отечество» «Союз». «За веру и Отечество» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok